Здравствуйте! В эфире информационная служба Кокщак Парад, студия Геримбегенова и перед началом эфира о коротко о главном. Как решается вопрос обеспечением жильем жителей Болондынского района? Об этом расскажу вам я, Аблай Балтабаев. В Акмолинской области обновлена политика по подбору кадров на государственную службу. Об этом через несколько минут расскажу вам я, Александра Гауэрт. Молодое пополнение воинской части 5510 приступило к исполнению своих служебных обязанностей. Подробнее об этом через несколько минут расскажу вам я, Иван Однорог. Президенты Казахстана и Кореи обсудили вопросы расширения стратегического партнерства. Договоренность была достигнута в ходе государственного визита Касым Жумар Токаева в Корею. Касым Жумар Токаев принял участие в церемонии открытия памяти к великому казахскому поэту Абаю перед кампусом кибер-университета в Сеуле. Также почтили память борца за независимость Кореи Хон Бом До, который провел последние годы своей жизни в Казаларде. Президенты Казахстана и Казахстана и Казахстана и Казахстана. Президенты Казахстана и Казахстане легендарного героя нации генерала Хон Бом До. В 1907 году был сформирован отряд добровольцев, который возглавило антияпонское движение Хон Бом До. Поэтому сегодняшнее событие для нас очень важно. Лидеры двух стран также подписали ряд документов, направленных на укрепление двустороннего партнерства. Приоритет отдаётся торгово-экономическим отношениям. Стороны договорились увеличить диверсификацию несырьевой торговли. Было решено открыть Генеральное консульство Казахстана в Пусане, чтобы придать новый импульс партнерству между двумя странами. Статистика по COVID-19 на 17 августа 2021 года в мире зафиксировано 342 996 новых случаев заражения коронавирусом. В Казахстане за последние сутки выявлено 6 869 человек с положительным ПЦР-тестом. В Алматы 1517, Карагандинской 1101, Нурсултане 632, Тараусской 562, Шамкенте 450, Алматинской 383, Павладарской 330, Актюбинской 300, Акмолинской 285, Костанайской 273, Восточно-Казахстанской 256, Жамбылской 171, Североказахстанской 161, Мангуставской 152, Казалардинской 148, Туркестанской 83, Западноказахстанской 65 человек. Маски и социальная дистанция все еще актуальны. Главная задача – не допустить распространения коронавируса. Медики призывают казахстанцев соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования. За 30 лет независимости отечественная медицина достигла высокого уровня развития. В стране проводятся сложные хирургические операции без вмешательства зарубежных специалистов. В городе Степногорск построены современные медицинские объекты, укреплена материальная база. О работе мобильной группы по борьбе с коронавирусной инфекцией в небольшом городе далее в сюжете. Городскую станцию скорой медицинской помощи за сутки поступает около сотни обращений. Местные поликлиники запустили мобильные группы. Медработники проводят обход домов с 8 утра и всегда готовы быстро добраться на вызов к пациентам. Специальный коу-центр принимает звонки жителей. У нас на сегодня запланировано три мобильные бригады. Одна детская и две взрослых. Каждая взрослая мобильная бригада обслуживает до 40 вызовов за смену. То есть это порядка 70-80 вызовов мы в сутки взрослых обслуживаем. И порядка 20-30 вызовов детских. Операторы коу-центра регистрируют в журнале информацию о контактных заболевшими. После чего врач мобильной группы выезжает по указанному адресу для оказания медицинской помощи. Каждая группа совершает более 70 выездов в день. По адресу, куда мы сейчас едем, у пациента повышенная температура в течение трёх дней. Мы оценим состояние пациента. Решим, есть ли показания госпитализации. Затем, если есть, необходимость госпитализации. Лёгкие повреждены. Мы вызываем скорую помощь и отправляем в инфекционное отделение. Мобильная группа в течение 12 часов выезжает по адресам для оказания первой помощи. Самое главное, услуги населению оказывают бесплатно. Тяжелобольных дежурный доставляет в больницу, остальных отправляют в поликлинику для снятия рентгена лёгких. Мы в ответе за тех, кого приручили, писал Экзюпери в известной философской сказке «Маленький принц». Эта фраза до сих пор актуальна. Люди бросают на произвол судьбы своих животных. От этого и растёт число бродячих собак и кошек. А они, в свою очередь, являются угрозой для общества. За текущий год по области уже зафиксировано 880 случаев укусов животных. Бродячие животные – носители и разносчики различного рода инфекционных заболеваний. Бешенство, бруцеллёз, туберкулёз, хламидиоз, лишай и другие. Самое, пожалуй, грозное заболевание, которое даёт 100% летальность – это бешенство. Бешенство передаётся при укусе, осленении или нарушении целостности кожных покровов, при укусе бродячих животных, необследованных, непривитых животных. По статистике, жертвам укусов животных чаще всего оказываются дети. С начала года за помощью в травмпункт детской областной больницы обратилось 154 ребёнка. Последний случай бешенства по Акмолинской области зарегистрирован в 2018 году. На сегодняшний день у нас в области работает 219 ветеринарных станций. Одним из функций ветеринарных станций является отлов и уничтожение бродячих собак и кошек. Ежегодно из местного бюджета в области выделяется порядка 40 миллионов средств на отлов и уничтожение бродячих собак и кошек. Стоит отметить, в Акмолинской области приюта для брошенных животных нет. Областным управлением ветеринарии в плановом режиме осуществляется отлов и уничтожение животных. Для строительства приюта нет нормативно-правых актов. Закон о защите животных находится на согласовании в полномоченных органах. Открытие приюта требует немалых усилий, конечно же, денежных средств. Данный вопрос будет рассмотрен, как только закон о защите животных вступит в силу. В районе необходимо ускорить темпы строительства. Такое поручение дал Акимобласть Ермек Маржикпаев, посетивший Буландынский район с рабочим визитом. Количество жильцов, стоящих в очереди на квартиры, ежегодно увеличивается. В районе их число составляет 700 человек. Из них 90 в этом году планируют отпраздновать новоселье. В прошлом году по району введено в эксплуатацию два многоэтажных дома. 105 семей получили жильё. В настоящее время мы строим два кредитных дома. Первый объект достроен на 98%, второй готов на 70%. В настоящее время завершено строительство 60-квартирного дома. Стоимость проекта – 314 миллионов тенге. Также в райцентре восстанавливается старый 60-квартирный жилой дом. Эту работу взяло на себя местное товарищество «Бота-2015». Стоимость проекта – 400 миллионов тенге. Новые квартиры предназначены для работников завода. Это вам большое спасибо, что вы водили средства, приобрели, наводите порядок. Это хорошо. Мы сейчас были на других объектах ваших. Культура везде. Молодцы. Так должно быть. Новый маслозавод в районе станет крупнейшим инвестпроектом в области. Производственная мощность – 600 тонн в сутки. Стоимость проекта – 5 миллиардов тенге. Отметим, предприятие будет запущено в октябре текущего года. В Акмолинской области обновляется качественный состав госслужащих. Ежегодно увеличивается количество специалистов с высшим профессиональным образованием. Если в 2019 году их доля составляла 80%, то сейчас показатель равен 88. Успешно реализуется и гендерная политика. Более 65% госслужащих – представительницы прекрасного пола. 20% из них занимают руководящие должности. С начала года 819 государственных служащих прошли курсы повышения квалификации, 76 – стажировку. В результате их карьерный рост показывает хорошие результаты. По итогам внутренних конкурсов на высшие должности назначено более 83% госслужащих. В области снизился показатель оттока специалистов. Также хороший результат дает работа по привлечению молодежи. В целом в нашей области функционирует 651 госслужащих орган, в которых трудится более 5000 госслужащих. По качеству состава у нас сегодня 88% имеют высшее образование. Среди них есть выпускники программы «Балашак», Академия госуправления, а также госслужащие с учеными степенями. Более 18% – это представители молодежи. С каждым годом у нас увеличится и качественный состав, наблюдается рост назначений по итогам внутренних конкурсов, когда мы говорим о реализации принципа меридократии. Сегодня более 70% назначений происходит из числа действий госслужащих. На сегодняшний день госслужба, а именно реализуемая в ней кадровая политика, достигла конкурентоспособного уровня. Успешно реализуется карьерная модель госслужбы, институты, наставничества и стажировки, которые сейчас внедрены в практику, приносят свои плоды. Стоит отметить, что качественный состав госаппарата улучшается с каждым годом. На сегодняшний день 88% служащих имеют высшее образование, из них 17% имеют более одного высшего образования, среди них есть обладатели зарубежного образования. На сегодняшний день положительные результаты приносит работа по привлечению молодежи. Отметим, что с 1 сентября в соответствии с поручением главы государства начнется отбор в президентский молодежный кадровый резерв. Александра Гауэрт, Гульмира Манбаева, Марат Ахмеджанов, Кокси Акпарат. Военнослужащие воинской части 55-10 вступили на службу в учреждении ИЭЦ 166-25 в поселке Гранитный. Подробности в материале Ивана Однорога. Алтенбек Исаев – один из тех, кто впервые вступил на боевое дежурство. Молодой человек прибыл на службу из южного региона страны. Как отмечает Алтенбек, защита Казахстана – священный долг и обязанность каждого гражданина. Я приехал из Жамбулской области города Жантас. Приехал в Кокшетау служить, отдать долг родине. Сегодня мой первый день на службе. Я верю, что наша первая рота покажет достойную службу. В состав первой роты пополнили 53 военнослужащих. Они представляют разные регионы республики. Служить в этой части – для них особенная ответственность. Молодых солдат – это не один из первых экзаменов. Далее осенью у нас предстоит сдача инспекторской проверки. Им также предстоит сдать экзамен на подтверждение того, что мы являемся отличниками боевой службы, учебы и подготовки. Стоит отметить, кроме охраны учреждений уголовно-исполнительной системы, им предстоит обеспечение общественного порядка и безопасности в городах Кокшетау и Адбасар. Иван Однорог, Марат Ахмеджанов, Жамбул Болтаев, Кукчаяк-Парад. Наряду с основной деятельностью работники компании Кузец сервис Кокшетау активно участвуют в охране и контроле общественного порядка в областном центре. С начала года они раскрыли десятки преступлений. Центральный пульт товарищества на круглосуточной связи. Они через монитор наблюдают за охраняемыми объектами. Спецгруппы реагируют на любое неожиданное событие, независимо от времени и места. В субботу у нас поступил звонок 23.34, что у них пьяные. Ну, драка там. Мы сразу отправили мобильную группу. Мобильную группу сразу приехали через три минуты туда, 23.37. В одном из кафе на пересечении улицы у Эльбекова и Ташенова группа молодых людей в состоянии алкогольного опьянения устроили беспорядок. В этот день в составе группы быстрого реагирования были Кайрат Искаков и Жанат Есимов. По прибытию молодые люди, находясь в состоянии, которые попросили выйти с данного заведения, так она закрывалась. Провели их до тротуара, развернулся, направлялся к машине, получил удар в ухо, сзади. После чего начали 8 человек меня, положив на землю, пинать ногами. После чего я применил табельное оружие для отражения нападений. Заслуживают похвалы бдительные граждане, которые активно занимаются охраной общественного порядка и особо важных объектов областного центра. Александра Гауэрт, Колымбек Мухамеджанов, Сабр Кулутаек, Коксиакпарат. С момента обретения суверенитета в регионе интенсивно развивалась сфера сельского хозяйства. А Кольский район добился больших успехов в сфере животноводства. В развитии агропромышленного комплекса особое место занимают госпрограммы. Благодаря господдержке в Акмолинской области развивается животноводство. Данная отрасль вносит значимый вклад в развитие экономики региона. Сейчас особое внимание уделяется развитию мясного животноводства. Открываются мясные фермы. В основном это мясные фермы семейного типа. Открываются новые крестьянские хозяйства. Причем очень активно. За последнее время у нас открылось более 10 в этом году крестьянских хозяйств. Закупают мясной скот породы герифорд, породы казахская белоголовая, породы сементал комбинированная. Проводится разъяснительная работа с владельцами фермерских хозяйств о преимуществах участия в преобразовании. Также будет оказана помощь в приобретении племенного поголовья. Скот закупается из-за рубежа. С Чехии привозится, с России, с Башкирии. На сегодняшний день численность крупнорогатого скота по району 25 тысяч голов. Это по сравнению с прошлым годом 103%. Численность коров 11 тысяч, лошадей около 12 тысяч, овец и гост 25. Развиваются коневодства в районе. Для реализации плана по производству мясной продукции в Окольском районе планируется организовать 6 проектов. Особое внимание уделяется развитию молочного производства. Айгерим Бегенова, Мадина Ходербек, Валентина Ситникова, Кокщак Парад. Одна из значимых сфер, которая развивалась наряду с независимостью Казахстана – здравоохранение. Ежегодно в данную отрасль увеличивается финансирование, строятся новые объекты, успешно реализуются намеченные планы. Осуществлен трансфер современных медицинских технологий. За годы независимости сфера здравоохранения в регионах стремительно развивалась. На сегодня медицинская ситуация в Астраханском районе значительно улучшилась. В числе квалифицированных кадров все больше молодых специалистов. Стоит отметить, укомплектованность медперсоналам в районе составляет 17%. Не остался в стороне и ремонт медицинских комплексов в районе. В 2019 году капитально отремонтированы врачебная амбулатория на станции Жалтыр, а в прошлом году районные поликлиники и больницы. Стоит отметить, в районе налажена система обязательного социального медицинского страхования. В стране за 30 лет независимости развития получили разные отрасли. Кинжибай Смагул-Кызы приехала в Казахстан в 1991 году и стала известна благодаря своим работам. В этом году Кинжибай Смагул-Кызы исполняется 50 лет. Она с детства мастерски вышивала, увлекалась шитьем, ковроткачеством. Сегодня во всех музеях Кахшитау и Северного Казахстана можно увидеть и её работы. Я приехала в Казахстан в 1991 году, чтобы сделать юрту Абая. Нас приехало 7 человек. Сделали несколько юрт. Проработали 5 месяцев. Я думала о том, что растут мои дети и нужно развиваться. Я решила переехать в Казахстан, хоть и в Монголии мне не было плохо. Когда мы приехали, нас хорошо встретили. Мы довольны. Вернувшись в Казахстан, мастер своего дела, стала работать и создавать шедевры в национальном стиле. У неё появились преемники. На сегодняшний день Кинжибай смогул-Кызы на пенсии. Но, несмотря на это, она работает в прежнем режиме и проводит мастер-классы. Ещё я вязала ковры ручной работы. Раньше я плела не только картины, но и портреты людей. У меня есть работы с изображением Нурсултана Назарбаева. Ещё делал портреты Абулайхана и Каныша Сатпаева. Одно время это было для меня пищей. Это помогло дать образование моим детям. На конкурсе ремесленников Менен Казахстаном Менен-Отаном, посвящённом 30-летию независимости страны, Кинжибай Апай завоевала гран-при. Айгерин Бегенова, Айсавелес Езбек, Сабыр Сюрвия Сданов, Архад Исмагометов, Кокщак Парад. Чёрная завеса печали опустилась на казахстанскую журналистику. Эпидемия забрала жизнь ещё одного крупного деятеля. Известный спортивный комментатор, лауреат премии имени Сидахмета Бердикулова Амангильдыси Тхан ушёл из жизни в возрасте 52 лет. Пришедший в эту сферу в годы обретения суверенитета, талантливый журналист беспристрастно выполнял свою работу до сегодняшних дней. Любители спорта не забудут голос, звучавший на мировых аренах. Это голос Амангильдыси Тхана из Сиднея в 2000 году. Подбадривающие слова комментатора подняли двух боксёров на ринге и тысячи казахстанцев у телеэкранов. Известный журналист, помимо Олимпиады в Сиднее, также комментировал трансляции Чемпионата мира по футболу 1998 года во Франции, азиатские игры в Бангкоке, зимнюю Олимпиаду в Солт-Вейк-Сити. Можно пересчитать на пальцах журналистов, которые пишут только о спорте. В целом в мире осталось мало спортивной журналистики. Одним из ярких представителей был Оман Гильды. Он делал репортажи с чемпионатов мира по футболу. У него была своя актёрская игра, своё видение и, конечно же, полюбившийся всем голос. Известный журналист родился 11 мая 1969 года в Маканчинском районе Восточно-Казахстанской области. Это отрывок из интервью телеканала «Кокши», сделанное в этом году. Творческая личность с детства увлекалась поэзией. Такой талант не раз приводил его на поэтические состязания. АПЛОДИСМЕНТЫ Свою трудовую деятельность Аман Гильды Сейдхан начал в 1991 году в газете «Спорт». Позже, в 1994-м, он вел программу «ТОГОР» на телеканале «Казахстан». Начиная с 1997 года и до последних дней трудился на канале «Хабар». Для молодёжи он стал примером нравственности. Молодой журналист национального телеканала Амагильды Сейдханов является не только его однофамильцем. У журналистов совпадают и даты рождения. В детстве, когда мы смотрели на Аман Ага по телевизору, то мечтали работать с журналистами. Когда я вырос, это повлияло на выбор профессии. Во время учёбы он преподавал нам уроки. Затем, когда я пришёл на работу, уже на практике он делился своим опытом. Без Диал Атағала жаратты. Тіршілік кешеміз. 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 Тіршілік кешеміз.